Важное кадровое назначение в транспортной сфере главой РЖД стал Олег Белозёров, который до сегодняшнего дня был первым заместителем министра транспорта. О принятом решении новому руководителю одной из крупнейших российских компаний сообщил Дмитрий Медведев во время их встречи в Горках. Премьер поручил Белозёрову в новой должности обратить особое внимание на ситуацию с инвестициями, а также на проблемы пассажирских перевозок. Глава правительства отметил значимость для всей страны такой крупной компании, как РЖД. Мною принято решение о том, чтобы назначить вас руководителем акционерного общества «Российские железные дороги». Я вас поздравляю. Желаю вам успехов. Это очень сложный организм. Там работает больше миллиона человек. От успешной работы российских железных дорог зависит развитие экономики нашей страны в целом. Как будут грузы ходить, как будут выполняться те или иные социальные обязательства, но и просто самочувствие и настроение наших людей, которые пользуются этим видом транспорта. Чётко себе представляю значимость этого предприятия и отрасли. Для экономики Российской Федерации железная дорога отражает в целом состояние и нашей страны. И вместе с правительством, вместе с коллективом РЖД сосредоточиться на продолжении и повышении эффективности деятельности компаний, в том числе, как вы и сказали, на социально ориентированных направлениях, на перевозке грузов, на повышении скорости движения и на повышении эффективности инвестиций в отрасль. Олегу Белозёрову 45 лет. Он имеет большой опыт работы в транспортной отрасли. В частности, довольно продолжительное время возглавлял Росавтодор. Эксперты говорят о нём как об эффективном менеджере. На посту главы РЖД Белозёров сменил Владимира Якунина, который сегодня написал заявление об освобождении от занимаемой должности. Ранее стало известно, что он претендует на пост сенатора от Калининградской области. Спасибо.